Мы находимся на выставке «Разные войны. Национальные учебники истории о Второй мировой войне». Выставка передвижная, она путешествует по разным городам России, есть еще и англоязычный вариант, она ездит по Европе. И подготовлена выставка рабочей группы «Историческая память и просвещение», в которую входят представители различных организаций из шести стран. Сама рабочая группа действует при гражданском форуме ЕС Россия. И вот представители шести стран, Италия, Чехия, Германия, Россия, Литва и Польша, придумали такой проект, который мы сегодня с вами и видим. Исследование того, как преподается в разных странах, как отражается в разных странах Вторая мировая война в школьных учебниках. Когда выставка приехала в Петербург, открылась она в Академии постдиплома педагогического образования, нам стало понятно, что очень важно показать те темы, которые представлены на выставке на местном петербургском региональном материале. Поэтому, помимо обзорных экскурсий, помимо обучающих семинаров для педагогов, мы придумали цикл семинаров, тематических семинаров, которые связаны с одной из тем этой выставки. И вот сегодня на выставке пройдёт семинар, посвящённый Холокосту. Названием семинара мы сделали фразу «Холокост где-то здесь», и это непосредственно связано с тем постером, который представлен вот здесь на выставке. Называется он «Холокост где-то там». Анализируя учебники Чехии, посвящённые Второй мировой войне, авторы выставки заметили, что чешские учебники по истории описывают Холокост как ужасающее явление, однако он представляется как нечто, происходящее где-то далеко, в основном в Польше. Единственная связь с Чехией – это концентрационный лагерь в Терезине. Эта история характерна очень и для Петербурга. Мы сегодня будем смотреть фильм, он называется «Восточный фронт», сняла его израильская съёмочная группа, и посвящён он как раз эпизодам Холокоста на оккупированных территориях Советского Союза. Первый эпизод связан с городом Пушкиным. Город Пушкин – это 20 километров от Петербурга, царское село, лицея, Екатерининский дворец, янтарная комната. Я думаю, что нет в Петербурге ни одного человека, который в царском селе бы не бывал. Тем не менее, в нашем сознании Холокост никак не связан с царским селом. Это две какие-то совершенно разные истории, и в фильме об этом тоже будет идти речь, потому что большинство, абсолютное подавляющее большинство современных петербургцев действительно считает, что Холокост был где-то там, где-то далеко, вот в Польше, в лагерях, там, возможно, в чеховском Торезине. Никто не подозревает, что Холокост был в 20 километрах от Петербурга, от тогдашнего Ленинграда. Именно поэтому мы взяли эту тему сегодня, и мы хотим циклом вот этих семинаров, сегодняшним семинаром, в частности, про Холокост, открыть те страницы нашей петербургской, ленинградской истории, которые совсем проваливаются и совсем никак не входят в школьные учебники по истории. Более того, они не входят в учебники по истории и криведению. И понятно, что история Петербурга громадна, что там множество всяких пластов и слоев, но нам кажется очень важным все-таки пытаться нащупать вот эту глубину. Пушкин — это не только, собственно, царское село, город Пушкин, это не только поэт Пушкин, это не только Екатерина и ее фавориты, но это еще и Холокост. И мы будем сегодня говорить о Холокосте в Ленинградской области. Специально для этого мы пригласили Константина Моисеевича Плоткина, ведущего специалиста по этой теме. И сегодня же мы собрали здесь книги, которые так или иначе помогают работать с темой Холокоста. Мы попытаемся разобраться в том, какие формы работы уместны в школе и вообще уместны ли они. Есть очень распространено такое мнение, что это не для массовой школы тема, то есть ее можно назвать в учебниках истории, но работать с ней в обычной школьной аудитории фактически невозможно, так чтобы это было по-настоящему неформально. И посмотрим, что из этого получится. В нашем сознании Холокост, во-первых, он занимает немного места, хотя на самом деле это крупное историческое событие. А во-вторых, он ассоциируется со Свенцевым, с этими шестью лагерями смерти на территории нынешней Польши. Или с такими крупными акциями, как Баби Ярвки, или Яма в Минске, ну и несколько других. Между тем, геноцид евреев нацисты осуществляли везде, где ступала нога немецкого солдата. В том числе, у стен Ленинграда. 1941 год был страшным временем для России. Вермахт и Люфтваффе были непобедимы. Хотя Красная Армия готовилась к войне и была совсем не слабой, но не было силы, способной остановить германский натиск. Я вот недавно поднял цифры. Вы знаете, к декабрю 1941 года от кадровой Красной Армии осталось 8% состава. Все остальные либо погибли, либо были в плену. Любая другая страна, любой другой народ в этих условиях прекратил бы сопротивление и сдался на милость победителю. Ну, собственно, так и сделали Франция, Германия. Ой, Франция, ну и другие европейские страны. Между тем, для России все только начиналось. Красная Армия продолжала сражаться, и в ее составе сражалось от 400 до 500 тысяч евреев. Это я к тому, что евреи были не только жертвами. Вот мой дед благополучно дошел до Кенигсберга, и за Кенигсберг был награжден Орденом Красной Звезды. Ну, он не был, наверное, каким-то великим героем, но тем не менее он сражался вместе со всеми. Мой отец всю войну отработал, он молодым инженером, метрологом, еще без диплома даже. Его отправили сразу на ижевские заводы стрелкового вооружения. И всю войну он крепал оружие, стрелковое вооружение. И вообще хорошо себя зарекомендовал там. Мы считаем войну против Германии справедливой. Причем это не только официальная пропаганда. Об этом писали утонченные наследники Серебряного века. У меня сильное впечатление произвело стихотворение Пастернака 42-го года. Оно не о Холокосте. Оно о войне с Германией в целом. Ну, действительно, был очень тонкий и интуитивный человек. И вот он все понял. То есть, когда он делал, что хотел, как Ирод в Вифлееме. Понимаете? Вот за это вождей нацизма и перевешали. Причем не только самых главных, но и крупных исполнителей. В частности, те, кто руководил уничтожением евреев Ленинградской области. Вот потом, я потом об этом... Ну, тут у меня этого нет. Это будет очень долго. А в книжке это есть. Вот после процесса... Было два процесса. Один в Ленинграде, другой в Новгороде. Ну, в Новгороде это не по поводу евреев. А в Ленинграде там вот несколько человек. Их потом повесили у кинотеатра «Гигант» в 1946 году. И в Риге был процесс. И там повесили руководителей германских спецслужб на... Ну, вот в группе армий «Север». Да. За дело их повесили. Это не... А в Ленинграде повесили тех, кого судили в мировой детском процессе, да? Да. Да. Вот. Я просто вот на это обращаю внимание. Значит, блокада Ленинграда... Это одно из наиболее трагических событий Второй мировой войны. И мужество и беспримерные страдания ленинградцев вызвали волну внимания и солидарности мировой общественности. Мы поговорим о двух моментах блокады. Первое. Это вспышка антисемитских настроений у населения города внутри кольца блокады. И второе. Геноцид евреев в оккупированных районах Ленинградской области. Вы видите карту после прорыва Лужского рубежа обороны. Он был прорван под Кингисеппом 15 августа 1941 года. 18-я армия вермахта, 4-я танковая группа ГОТА. Ленинграда и 16-я армия вермахта устремились к Петербургу, к Ленинграду и блокировали город. По данным переписи населения 1939 года, в Ленинграде проживало 3,191,000 человек. В 20-30-х годах численность еврейского населения Ленинграда все время возрастала и к 1939 году достигла 201,5 тысяч человек. Это 6,3% населения. В первые месяцы войны в Ленинград прибыли беженцы из Прибалтики, Белоруссии, Псковской и Новгородской областей, из окрестностей города. Это примерно на 500 тысяч населения возросло, но этих беженцев эвакуировали в первую очередь, поэтому большинство из них было вывезено из города до начала блокады. Среди них было много евреев, потому что это бывшая черта оседовости. Вообще эвакуация Ленинграда была грандиозной операцией. Она проводилась с 28 июня 1941 года до 1 ноября 1942 года в три этапа разными путями. Решающий этап был связан с именем выдающегося ленинградского руководителя Алексея Николаевича Косыгина. Он был организатором этой эвакуации. И в общей сложности были вывезены из города 1 миллион 814 тысяч человек. В кольце блокады осталось гражданское население, Балтийский флот, четыре армии. Часть гражданского населения составляла 2 миллиона 800 тысяч человек, но часть, как я уже сказал, успели эвакуировать раньше. Продовольствие имелось на 30-60 суток. Часто упоминают пожар Бадаевских складов, немецкая бомбежка и гибель продовольственных запасов. Но я должен вам сказать, что это типичный миф. Дело в том, что в Ленинграде не было больших запасов продовольствия. И город еще до войны снабжался с колес. Что привезли, то и съели. Поэтому в Бадаевских складах погиб. Ну, там разные категории продуктов по-разному. В общем, от трехдневного запаса продуктов до месячного. То есть, в общем, там были продукты на несколько дней ближайших. Ну, это, конечно, тоже потеря, но она не имела стратегического значения для такого города. Массовая смертность от голода началась из-за того, что не было вообще запасов продуктов. А дорога жизни могла обеспечить продовольствием примерно 500-600 тысяч человек. В итоге, вот, после завершения эвакуации летом 42-го года, в городе осталось 600 тысяч человек, которых можно было прокормить с помощью дороги жизни. Остальные, часть эвакуирована, значительная часть погибла от города. Так, вот тут я что-то такое запутался. Да, сейчас. Да, то есть, это вот, вы видите, германское наступление. А дальше у меня должно идти... Да, вот он, блокированный город, который подвергался воздействию германской авиации и артиллерии. Это трофейная карта германского летчика, сбитого над Ленинградом. И на ней обозначены некоторые цели. Да. Что такое вот блокада с военной точки зрения? Город был отсечен линиями фронтов. Вот вы видите, передний край немецкой обороны в районе Пушкина. Это Федоровский городок, если не ошибаюсь. Вот здесь, это из архива, это из разведа, данные разведотдела штаба Ленинградского фронта. Вот перед нами, да, вот указаны огневые точки немцев, да. Указаны, где тут, вот пулемет, артиллерийский дзот, ну и так далее, да. Ну и вот карта Ленинграда в конце блокады. Показан сам город. Серая, это оккупированная территория, на севере финны Маннергейма, но они не очень, они не участвовали, не пытались штурмовать город, но блокировали. Они были остановлены на рубеже реки Сестры, где проходил старый укрепрайон, построенный еще в Тухачевске. А на юге, это 18-я армия, которая блокировала город. Шестиконечными звездочками показаны пункты, по которым у меня вот бы нашел, нашлись архивные данные о геноциде евреев. Германская пропаганда способствовала открытым проявлениям неприязни к евреям. Три пропагандистских роты в составе группы армий «Север» вели пропаганду среди населения и защитников города. Они распространили в Ленинграде 18 типов листовок и газеты на русском языке. Листовки, в которых систематически упоминались евреи, как объект ненависти. Распространяли, жители их подбирали, читали, листовки хранили, читали, обсуждали. Нельзя сказать, что население города страдало каким-то особенным антисемитизмом. Ну, какой-то бытовой антисемитизм был всегда, хотя государственного антисемитизма до войны не было в стране. Категорически не было. Это даже преследовалось. Но на фоне страшных бед, которые обрушились в первые недели войны, вот этих страшных поражений Красной Армии, подступающей угрозой, жители невольно стали, массовое сознание обратилось к поиску виновных. Кто виноват? Вот Попков, председатель Ленинградского горосполкома. Это он не позаботился о том, чтобы в городе были запасы продовольствия. Ну, вы же понимаете, ну что мог сделать Попков? Ну, Попков виноват, что канализация не работает. Но в Ленинграде не было системы канализации. Это миф, что она замерзла и перестала работать. В Ленинграде канализация была такими локальными участками, и нечистоты сливались в специальные ямы, откуда потом бочками их вывозили. Ну, такая система очень неэффективная, да? Ну, ударили морозы на фоне общего распада жизни. Эта вся система перестала работать. Ну, при чем тут Попков? Вот точно так же проявились настроения антиеврейского свойства. Да? И германская пропаганда этому очень способствовала. Вот пропуск для бойцов Красной Армии. Превъявитель сего, не желая бессмысленного кровопролития за интересы жидов и комиссаров, оставляет побежденную Красную Армию и переходит на сторону германских вооруженных сил. Это подлинные материалы, найденные мной в архиве. Потом их стали тиражировать уже все подряд. Вот, газеты. Вот, газета «Правда», изготовленная немцами по образцу советской газеты «Правда». Немцы хвастаются своей победой под Киевом. Собственно, почему действовала германская пропаганда? Да потому что там была не только ложь, и не только фальсификация. Под Киевом германская вермахт одержал выдающуюся победу. Были окружены, уничтожены, взяты в плен шесть армий советских. Это грандиозная победа. Целый фронт прекратил свое существование. А командующий фронтом генерал Керпонос застрелился, чтобы не попасть в немецкий плен. Это была тяжелейшая катастрофа Красной Армии. Кольцо германского окружения смыкается вокруг Клининграда. Да, оно смыкалось, и жители оказались в безвыходном положении. Вот в этом сила германской пропаганды и ее действенность. И тут же немцы предлагают выход. Вот такие открытки пропуска. Твоя освобожденная родина зовет тебя. Вы видите своих товарищей, они дошли дорогу к нам. Да. Им удалось вырваться из кровавого сталинского рая. А давайте посмотрим, что нам предлагают немцы. Они же не пишут, что они уморили голодом 3,5 миллиона советских военнопленных. На Нюрнбергском процессе геноцид советских военнопленных прошел второй строчкой после Холокоста. Они пишут о том, как будет хорошо в немецком плену. Вот. Это оборотная сторона. Значит, это русские военнопленные, пошедшие на службу к немцам. Вот они играют. Балалайка, гитара, пляшут, поют. Да. Любопытно, но... Это было действенно. В вермахте служило до 800 тысяч добровольных помощников из числа русских военнопленных. Так называемые хиви. Ну, я советский мальчик был. Я, как бы, не из диссидентов, да. Когда я узнал эту цифру, я испытал шок. 800 тысяч людей, которые добровольно пошли служить своему врагу. Вот они, пляшут и поют. Плюс к этому 400 тысяч из российской освободительной армии генерала Власова. Плюс к этому, примерно, корпус, это российская освободительная народная армия Каминского из Брестских лесов. Плюс к этому, вспомогательная полиция на местах. Я не помню, это сотни тысяч человек. Ну, разумеется, не все они были идейными нацистами. Это была просто такая стратегия выживания за счет предательства. Прямого предательства. Когда в 45-м году части вермахта сдавались на Западе американцам и англичанам, нашим союзникам, они с удивлением обнаружили, что чуть ли не каждый десятый военнослужащий этих частей – это бывшие русские военнопленные. Вот. Надо сказать, что евреев такой возможности, конечно же, не было. Особенно известны... Да, ну вот, это вот еще одна листовка. И вот две самых знаменитых, они везде фигурируют. Да. Воззвание к командирам и бойцам Красной Армии. Бейте комиссаров и жидов, и настанет для вас мир. Очень такие простые и доходчивые решения. Вот. И вторая – это вот восстание к женщинам Ленинграда. Здесь тоже упоминается Сталин и его еврейское окружение. Да? Да. Вся эта пропаганда действовала на растерянных, измученных, голодных, испуганных людей. Это все очень действовало. Да, вот тут я не вижу, где у меня... Нет. Самое знаменитое – это «бей жида политрука, рожа просит кирпича». Да, прямой призыв, да. Ну, куда-то она у меня... Она здесь, но не вижу, где она. Ну, бог с ней, важно. Может быть, вниз прокрутить? У вас не все здесь еще. Да, бог с ней, да. И без того много этой гадости, да. Да. Пропаганда нацистов цитировала классиков русской литературы. Надо сказать, у многих есть какие-то отдельные высказывания, которые, будучи вырванными из контекста, можно представить как антиюринские. Особую роль уделяли Федору Михайловичу Достоевскому. Вот. Его представляли идеологом антисемитизма и пророком антигуманной сущности большевизма и советской власти. При этом они забывали указать, что Достоевский-то на самом деле был критиком капитализма. Его пугало наступающее вот это царство капитализма. А евреев он критиковал не из российских соображений, а как вот таких активных, что ли, носителей капиталистического уклада. Ну, еще раз повторяю, что содержание немецких пропагандистских материалов было известно горожанам и защитникам города, и общественное мнение нередко объявляло евреев виновниками бед и страданий простых людей. Информационные материалы руководящих органов коммунистической партии и управления НКВД Ленинградской области характеризуют динамику антисемитских построений. Первые недели войны были наполнены патриотическими настроениями и уверенностью в победе. Но на фоне военных поражений к середине июля 41-го года у горожан стало проявляться беспокойство, недовольство. В конце августа-начале сентября стремительно развивались пораженческие настроения. Антисемитизм быстро вышел из-за рамки кухонных разговоров и дневниковых записей. Рабочие нередко выражали радость по поводу призыва в армию евреев, занимавших теплые места на предприятиях. Вот всех этих нормировщиков, кладовщиков и тому подобное. В конце августа-начале сентября ленинградское руководство оценивало ситуацию в городе как критическую. Пораженческие настроения, носители негативных настроений – это трусы, паникеры, фашистские лазутчики, шептуны, маловеры, женщины, готовые открыть город ради спасения детей. Среди носителей этих настроений активно проявлялся антисемитизм. Против антисемитизма выступил руководитель обороны города Жданов. Бюро Кировского райкома партии приняло специальное постановление. Ну, а газета «Ленинградская правда» опубликовала несколько статей против антисемитизма. Управление НКВД выявило значительное число писем повстанческого и пораженческого направления, в том числе с антисемитскими выпадами. Представители националистически настроенной интеллигенции осуждали интернационализм и еврейское засилье, мечтали о создании русского национального государства. Позднее, в спецсообщении декабря 1941 года, упоминалась группа, выступавшая за новое правительство истинно русских людей. Однако НКВД, знаете ли, это структура, которая отличается, ну, таким адекватным жандармским мышлением. Вот в отличие от партийных идеологов, сотрудники НКВД воспринимают действительность более реально. Они понимали, что все это не очень актуально и вызвано просто ситуацией. Они не стали выделять антисемитизм как отдельную проблему. Поэтому ни одно дело об антисемитизме не было передано в трибунал. Возможно, сотрудники НКВД посчитали целесообразным перевести вот эти пораженческие и антисемитские настроения на евреев, чтобы отвести угрозу от носителей власти. Примерно о том же свидетельствуют данные немецкие информаторы, бывшие в городе, упоминают... Ну, немецкая разведка информировала свое руководство о нападениях на еврейских женщин в очередях за хлебом, об открытом обсуждении еврейского вопроса, о повседневном употреблении слова «жид», о линчевании евреев, о пассивности полиции, милиции, которая предпочитала не вмешиваться. Трудно сказать, насколько все это имело место в очередях за хлебом. Дело в том, что информаторы немцев сообщали то, что они хотели услышать, понимаете? Поэтому, конечно, они явно сгущали краски. Но мы можем говорить, что осенью 1941 года в блокированном городе действительно имела место вспышка пораженческих и антисемитских настроений. Однако антисемитизм не превратился в мощное движение и остался на бытовом уровне. Весной 1942 года антисемитизм пошел на убыль. Население сократилось за счет эвакуации и высокой смертности. Продовольственное снабжение улучшилось. Ну а к этому времени большая часть ленинградских евреев и антисемитов уже тихо лежали в безымянных братских могилах на Пискаревском и Серафимовском кладбищах. И нередко бок о бок, рядышком. Ну, вы знаете, что блокада была страшным социальным бедствием, катастрофой. Точное число жертв так и не установлено. По оценкам историков, погибло от 800 тысяч до полутора миллионов человек. Официальная статистика не выделяет еврейские жертвы отдельно, но они, несомненно, составляли несколько десятков тысяч человек. И все-таки это нельзя назвать Холокостом. Дело в том, что все это осталось на уровне разговоров и настроений. Вот в случае взятия города германской армии ситуация была бы иной. Ленинградское гетто стало бы одним из крупнейших в Европе. Ну, таким, как Варшавское гетто, Лодзинское гетто. А евреи были бы обречены на издевательство и уничтожение. Вот, в блокированном Ленинграде этого не произошло. Теперь мы с вами перейдем к жертвам среди оккупированных районов Ленинградской области. В августе-сентябре 1941 года германская армия оккупировала большую часть области, 20 районов полностью и 5 районов частично, 7 городов. Были также оккупированы южные пригороды Ленинграда, Пушкин, Петергоф и Стрельна. Вне зоны оккупации остались вот только блокированные Ленинград. В зоне германской оккупации, по данным переписи 1939 года, проживало 7579 евреев, 5276 в городах, 2303 на селе. Официальной статистики об этническом составе беженцев, эвакуированных и мобилизованных в армию, У нас нет точного количества евреев, мы не знаем. Но, вероятно, на оккупированной территории осталось несколько тысяч человек. Эта оккупированная территория вместе с прилегающими частями нынешней Псковской и Новгородской областей представляла собой тыловой район группы армий «Север» и находилась под военным управлением. Начальником тыла был генерал от инфантерии Франц фон Рок. На местах власть принадлежала военным комендатурам, Орцкомендатуры и Фельдкомендатуры. В помощь им оккупанты учредили органы местного самоуправления, вот эти знаменитые бургомистры, управы и полицию из местных жителей. Особые права в области политического управления были предоставлены службам СС и полиции. Верховный фюрер СС и полиции Северной России с июня по октябрь 1941 года был Ганс Адольф Прюцман. А в ноябре 1941 года его сменил Фридрих Йеккельн. Вот его как раз повесили в Риге. Они подчинялись непосредственно Гиммелеру, но координировали свои действия с командующим тылом группы армий. Уничтожение враждебных райхуэлементов, в том числе и евреев, проводила мобильная инзацгруппа А. Потом она была трансформирована в оперативную группу полиции безопасности и СД. Это разведывательная служба. Командовала инзацгруппы А штандартенфюрер СС Вальтер Шталекер. В его распоряжении были две зондеркоманды и три инзацкоманды общей численностью до тысячи человек. Эти бравые ребята отличились в Прибалтике, особенно в Литве и Латвии. В Белоруссию они выезжали на помощь инзацгруппы Б. Ну, в нашей, на территории вот этих старых советских русских районов, северо-западных областей Российской Федерации, им делать было особенно нечего, потому что мало было евреев. Но совместно с военными комендатурами и полевой жандармией они проводили тотальные проверки и регистрации населения. И все это сопровождалось казнями и депортациями в концентрационные лагеря. Вслед за продвижением войск штаб и инзацгруппы последовательно перемещался вот сначала в Кикелина Волосовского района, потом под Гатчину Ну, в конце сентября штаб Шталекера разместился в Риге. Разместился в Риге. Под Ленинградом продолжали действовать лишь небольшие мобильные группы двух зондаркоманд. В начале 42-го года инзацгруппа А дважды докладывала в Берлин о завершении ликвидации еврейского населения в районе Ленинграда. Причем в марте 42-го года Шталекер умер после смертельного ранения. Ну, на дороге его подстрелили. Он умер. Вот этот доклад. Карта из доклада инзацгруппы А. Это подлинный документ. Вот. Гробы обозначают число убитых евреев. Вот вы видите, сколько было убито в Эстонии, сколько в Латвии, сколько в Литве, сколько в Белоруссии. И вот 3600 человек на территории западных районов Ленинградской области, включая Новгородскую и Псковскую. Хотя еврейское население было полностью уничтожено, нацистские спецслужбы проводили систематическое выявление и уничтожение евреев среди военнопленных и гражданского населения. Надо сказать, что большинство военнослужащих Красной Армии, попадавших в плен, значит, евреев выявляли сразу и уничтожали на месте. В группах военнопленных всегда находились люди, выдававшие своих товарищей по первому требованию немцев. Я хочу напомнить, что герой обороны Брестской крепости комиссар Фомин был выдан немцам своими же и расстрелян у стены в Брестской крепости. Так же было и в Ленинградской области. Особый интерес для меня, как историка, представляли мемуары Александра Самуловича Клейна. Это такой бойкий молодой человек, студент Макитеатрального института, сын профессора истории из Киева. Он пошел в полнородное ополчение, под лугой попал в плен. Ну, как почти все народное ополчение наше. Он попал в плен, но, хотя это был обрезанный еврей, он сумел выдать себя, ну, сумел скрыть свое еврейское происхождение. Он выдал себя за артиста, хотя он был обрезан, но сумел это скрыть. Вот что интересно. Он такой авантюрный человек. И три года он провел в тылу. У немцев, не поступив к ним на службу, они использовали его в качестве переводчика. Он написал интереснейшие мемуары. Из них мы узнаем, что немецкие конвоиры удивлялись малому числу евреев в эшелонах, привозивших военнопленных в лагеря на территории области. В каждом оккупированном районе были лагеря военнопленных, пересыльные лагеря и постоянные. Среди узников лагерей проводилась постоянная работа по выявлению евреев. По свидетельству бывшего военнопленного, врача третьего ранга Розенберга немцы пытались, доведенных до отчаяния военнопленных, заставить выдавать евреев и комиссаров. Существовала такса. За одного еврея полкотелка супа, за одного комиссара котелок супа. Зафиксированы факты расстрелов евреев группами и поодиночке в лагерях города Гатчины, Рождественно-Гатчинского района, это родина Набокова, усадьба Набокова там. В городе Тосно, в поселке Любань и в поселке Лисино-Корпус Тосненского района, там, где были охотничьи угодья русского царя. Точно так же многочисленны факты уничтожения обитателей больниц и инвалидных домов. Не только евреев. Они уничтожались, в принципе, поголовно. Вы знаете, что преступления Гитлера начались ведь не с евреев, а с уничтожения немцев военно, ну, находившихся в домах умалишенных и инвалидов. И несколько, там, около 30 тысяч человек были уничтожены, но начались протесты родственников и немецкой церкви, что это не по-христиански. А Гитлер был очень чувствителен к общественному мнению в Германии. И он эту практику прекратил. Но вот эта методика с использованием газа, смертельных инъекций, это было отработано на несчастных немецких инвалидах. Теперь все это применялось здесь, но в еще более огрубленной форме. были уничтожены сотни беспомощных людей в Петергофе, на острове Октября в Волховском районе. Я там был еще в студенческие годы. Страшное место. Там полное запустение до сих пор. Стоят развалины, и местные жители в окрестностях мне говорили, что там под этими развалинами остались кровати, на которых лежали инвалиды, что их никто не выкапывал, никто все это не поднимал уже после войны. Все это осталось. В селе Никольска, это в Лужском районе, и в деревне Севорица, да, в селе Никольска и в деревне Севорица Гатчинского района. Это по Киевскому шоссе. И в других местах. Ну, и описание, как немцы окружают все это, бросают зажигательные гранаты, испуганные, и кто может выскакивать, они поджигают эти дома, а из автоматов и пулеметов расстреливают тех, кто выскакивает в окна. То есть нацизм действительно был каким-то черным и преступным явлением в европейской истории. То есть не совсем даже понятно, зачем все это им было надо. Ну, зачем вам эти сумасшедшие? Зачем вам эти несчастные инварины? Ну, что они вермахт объели, что ли? Ну, это было вот так вот. Вот в этой категории жертв нацизма евреев также выделяли особо. Запрещалось включать их в списки больных, которых можно оставить в живых, как трудоспособных и не социально опасных. Факты уничтожения евреев группами, семьями и поодиночке зафиксированы в 17 населенных пунктах области. Я показывал вам карту. Сейчас я ее еще раз покажу. Да, вот эти пункты, 17 населенных пунктов. В Луге и Вырице были созданы гетто, обитатели которых вскоре уничтожены. В Павловске и Пушкине после проведения регистрации местного населения евреи были расстреляны. Ну, судьба евреев Красного села и Гатчина не совсем понятна. Местные жители считали, что военные коменданты перевешили местных евреев. Но это остается недоказанным и вообще такая практика не характерна для нацистов. Возможно, местные жители просто... Ну, евреев было мало в Ленинградском селе. Возможно, просто это осталось незамеченным. Акция осталась незамеченной. местными жителями. В Луге в 1939 году проживало 554 евреи. Это 2% населения. Город был оккупирован в середине августа 1941 года. По воспоминаниям местного сторожила Павличука, всех евреев обязали носить нарукавную повязку с надписью Юден и нашивные желтые шестиконечные звезды на груди и спине. Вот очевидец встретил знакомого еврея аптекарского провизора, который толкал тележку с бочкой с нечистотами под конвоем немецкого солдата. последний раз он видел в ноябре 1941 года. Вероятно, в Луге на протяжении 3-4 месяцев функционировало гетто, точное место и время расстрела лужских евреев не установлено. Тот же очевидец в сентябре 1941 года дважды наблюдал колонны из 600 и 400 евреев пригнанных из других городов области. Куда их гнали осталось неизвестно. 5 дней их содержали за забором старого городского рынка, использовали на грязных работах, а затем их погрузили в товарные вагоны и отправили в направлении Пскова. Надо сказать, что Чрезвычайная Государственная Комиссия по расследованию нацистских преступлений обнаружила под лугой несколько массовых захоронений военно-пленных и местных жителей, в частности малолетних детей, подростков, женщин, стариков. Одно из таких захоронений обнаружено на артиллерийском полигоне в 8 километрах от города. Этот полигон хорошо известен, это такое известное грибное и ягодное место, я там не раз бывал. Вы знаете, там обнаружено массовое захоронение и в нем 600 сожженных тропов. Это характерный признак. трупы, в том, что в 43 году, когда произошел перелом войны, в войне и немцев погнали отовсюду, Гиммлер издал секретный приказ об обязательной ликвидации массовых захоронений евреев. И специальные команды выкапывали эти трупы, перекладывали их дровами и сжигали. Заметали следы преступлений. Вот поэтому я и обращаю внимание на 600 сожженных трупов. Не всегда трупы сгорали полностью. Дрова были сырыми, дождь пошел, Красная Армия наступала. Вот. Это признак доказать нечего. Дело в том, что после войны не было. Особенно собрали то, что чрезвычайно это комиссия, она собрала то, что на поверхности. Никто особенно не разбирался. Если в этой комиссии местный был грамотный адвокат, да еще еврей по национальности, сочувствовавший жертвам, или если был следователем НКВД, профессионал, тогда еще хоть что-то могли установить. А так в большинстве случаев, кроме Павловской, Пушкина, очень мало что установлено. По Гатчине, по Красному силу ничего не установлено. Только отдельные свидетельства. в списке граждан числятся 10 евреев, бесследно исчезнувших. Поселки Вырица Павловского района по данным переписи 1939 года было 138 евреев. Поселок оккупирован 31 августа 1941 года. комендант Гауптман, его заместитель капитан Павлич с русскими помощниками составили списки еврейского населения и организовали гетто. Евреям приказали нашить шестиконечные звезды, продержали несколько дней на холоде и без пищи. Полицейский Павел Булла. Я все время пытаюсь узнать, является ли он родственником знаменитого петербургского фотографа Карла Буллы. Но я не знаю, как это сделается. Может быть, вы сообразите, как найти эти сведения. Да. Полицейский Павел Булла запрягал евреев в сани и кнутом заставлял возить себя в комендатуру в течение пяти дней. В октябре-ноябре евреев содержали в неотапливом сарае, систематически избивали, затем вывели в лес и расстреляли. Ну, вот, местные жители запомнили, что расстреляли семьи Раль, Гуревич, Таубич, но все погибшие неизвестны, только вот несколько семей вспомнили. Точная дата акции не установлена, трупы, брошенные в снег, местные жители обнаружили весной. Ненависть к евреям была так сильна, что немцы разрушили и сожгли дома и дачи, принадлежавшие евреям. Непонятно, зачем, совершенно же бессмысленная акция. В городе Павловске проживало 2031 евреи в 1939 году. 6,5% жителей. Немцы вошли в Павловск 17 сентября 1941 года утром. Вечером они уже были в Пушкине. Солдаты полицейской дивизии СС созгли заживо пять жителей, объяснив подошедшим соседям, что это удивительный народ русский, слушайте, простые женщины подошли, они увидели, что немцы сжигают заживо людей, подошли и стали протестовать, зачем вы сжигаете наших людей, представляете? А те им объяснили, это коммунисты и жиды. Немецкие солдаты врывались в дома и если обнаруживали еврейские семьи, то расстреливали их на территории парка. Сейчас, значит, это 15-я иллюстрация. На территории парка. Вот вид Павловского дворца после боев. Все внутри сгорело. То, что вы там видите сейчас, это результат реставрации. Очень редкая фотография, но она уже тоже везде фигурирует. Это регистрация жителей Павловска на площади перед дворцом. Она очень плохого качества. Ну, вот видно, стоят столы, вот подходят люди, что-то, где-то какие-то списки записывают. После регистрации в конце сентября, начале октября 41-го года евреи должны были носить на груди и спине шестиконечные звезды. Их расстреливали группами и семьями. В частности, в октябре 41-го года зафиксированы расстрелы двух групп в 16 и 25 человек. Пушкин, южный пригород Ленинграда был захвачен немцами вечером 17 сентября, о Пушкине вы уже все основное знаете. Я не буду повторять, вы видели фильм, я только покажу, вот тут у меня несколько кадров. Да, вот этот дворцовый, значит, все началось, значит, жители прятались в подвалах гостиного двора и лицея Пушкинского. Туда входили офицеры СС и отбирали евреев. Вот я уже заканчивал работу над книгой, ко мне пришел старик Червяков, русский старик, как он узнал, что я собираю этим, я даже совершенно ничего не понял. Он пришел, чтобы рассказать воспоминания, которые мучило его с детства. Он ребенком с родителями жил в Пушкине, они прятались в подвалах гостиного двора, входит красивый немецкий офицер в черной эсэсовской форме, это знаете, это знаменитый дом-мод как его бассейн, знаменитый модельер, он и сейчас работает, этот дом-мод, это его разработка, то есть высокохудожественная форма. Вот он входит и на чистом русском языке предлагает русским в одну сторону подвала, евреям в другую. он объясняет, что евреев сейчас погрузят на машины и увезут, а русских за русскими машины приедут позднее. Один маленький мальчик, белобрысенький такой, к нему подходит и спрашивает, дяденька, а мне куда идти? А он ему говорит, иди к русским. Они были не лишены такой личной сентиментальности. Мальчик такой, внешность у него обычная, ничего характерного. Да, иди к русским. А мальчик говорит, так я же еврей. Ну, тогда к евреям. Вот это мучило этого Червякова вот с того самого дня, вот он мне все это рассказал. Да. Так вот, ну, и потом расстрелили. Вот места расстрелов. Это двор, двор большого дворца. Вот это дерево около служебных корпусов большого дворца, оно не сохранилось. На нем вешали коммунистов и евреев. Таких деревьев было несколько. Да, в Пушкине было несколько таких деревьев. Одно из таких деревьев было как раз около памятника жертвам Холокоста. Но там с ним связана история, она меня тоже потрясла просто. Мальчик забрел запретную корову, убежала в запретную зону, мальчик боялся, что его будут ругать отец, и пошел за этой коровой. Его схватили немцы, и за нарушение приказа о запретной зоне вот носок вешается. И вот немец накинул ему петлю на шею, а мальчик ему говорит, дяденька, за что ты меня вешаешь. Это русский мальчик, русский. То есть это был совершенно страшный режим, понимаете, чудовищный режим. Ну, не все, конечно. То есть до половины солдат, до половины солдат вермахта и до третьей офицеров были вполне нормальные люди, которые по всем отзывам жили по законам простой человеческой порядочности, гуманизмы, не причинять лишнего зла. Но младшее поколение было отравлено нацистской пропагандой, Гитлерюгендом и прочим. Так, дерево я вам показал. Вот лицейский сад. Памятник Пушкину был вывезен в эвакуацию. Остался один постамент. Около этого постамента в сентябре 1941 года была воронка от бомбы и в ней очевидцы видели расстрелянную семью евреев. Причем девочка, мальчик-подросток выполз из ямы, весь окровавленный и умер уже наверху. Вот кинотеатр «Авангард». Это свидетель исторический. напротив него вот в этой части это историческое здание. Напротив него вот здесь располагалась немецкая комендатура. Деревянное здание комендатуры сгорело. сейчас на этом месте размещена часовня памятная. Памятная часовня. да, ну, вот здесь стояла комендатура, вот рядом с часовней, здесь же были виселицы тоже, и вот на этой территории как раз и собирали для регистрации евреев. Свидетели проходили мимо этого страшного места в разное время и разные часы. Это было в начале октября, 4-5 октября. Поэтому одни называют 50 евреев, другие называют 200 евреев, одна даже 800 евреев. Мы можем сказать, что было несколько сотен человек. Точное число неизвестно. Вот отсюда их вели в подвалы Большого Дворца. Вот план Пушкина, и мы можем видеть, да, вот сейчас, так, вот гостиный двор, да, вот здесь вот, да, вот здесь вот эта комендатура, вот их вели вот к границе парка и вдоль парка в подвалы Большого Дворца, вот этого черного, да, и там они провели ночь. На следующую ночь, на следующий день их вывели во двор, да, и расстреляли у Розового поля. Вот это Розовое поле, это окраина парка, ну, в стороне, в сторону Баболовского парка. вот здесь вот их все расстреляли. Точное место неизвестно, но очень грустное пространство. когда я съемочную группу Мафцира вывел сюда, они сразу поверили, что это место казни. У нем есть какая-то психологическая достоверность. Было еще несколько мест расстрелов отдельных небольших групп евреев. Вот этот каприз, большой каприз, малый каприз. Да, вот Александровский парк, здесь тоже зафиксированы отдельные расстрелы небольших групп. Возможно, это не связано с регистрацией, а просто тех, кого поймали. И вот Зубовский корпус. В годы войны нацисты разместили здесь парк стал закрытой зоной, а здесь разместился отдел полиции безопасности и службы СД. И вот у этого фонтана расстреливали, мы называем в России принято называть их гестапо, но в России гестапо было только внутри Германии. А здесь была полиция безопасности и служба СД. Вот у этого фонтана было место казни. Здесь расстреливали коммунистов, советских патриотов и евреев. известная чудесная история спасения одной из женщин с двумя маленькими детьми еврейка ее выдали соседи но она была такая неочевидная еврейка ее отправили вот сюда и на допросе она отрицала все но неумело отрицала а переводил какой-то русский переводчик и вдруг она понимает что он она знала идыш и поэтому понимала немецкий язык и она с удивлением слушает что он говорит не то что она говорит он корректирует ее показания в том плане что нет мы неевреи нас оговорили соседи они нам завидуют они претендуют на нашу комнату они хотят нас погубить вот тогда офицер спецслужб устраивает критическое испытание он берет ее сына младенца новорождя двухмесячного сына и смотрит не обрезан ли разворачивает пеленки и как говорит мать Вовка нас спас нас спас да он ну это советские евреи Вовка был не обрезан и их отпустили переводчик принес она сказала мне надо покормить детей они умирали от голода переводчик принес им котелок каши вот она спросила нельзя ли зайти домой за вещами он ей сказал немедленно присоединяй вот вы видите колонны идут эвакуированных из города немедленно присоединяйтесь и уходите иначе вас тут же соседи выдадут опять вот так она спаслась вместе с детьми были совершенно чудесные истории и некоторые люди совершали просто чудеса героизма Анна Кенигсберг медсестра просто спасла не только евреев но и несколько евреев после главной акции на розовом поле нацисты устроили раздачу призов вот из окон лицея они разбрасывали в собравшуюся толпу вещи убитых евреев у меня есть одно я опубликовал воспоминания одной девочки пушкинской тогда она была девочкой а сейчас она уже взрослая дама наверное уже умерла вот она рассказывала она была вообще антисемит она не любила евреев возможно ее так воспитали просто обывательские разговоры но не любила она евреев вот своих соседей она не любила что они вроде и красивая соседка но какой-то не наш у нее вид про мужа ее она говорила что он показал немцам дорогу в тыл нашим бойцам которые сопротивлялись в парке ну наговаривала короче ну не любила евреев это заметно всегда чувствуется значит когда немцы отбирали эту семью Литмановичей в подвале старуха бабушка совала им младенца и умолялась спасите моего внука вот но немцы это заметили и вырвали младенца в общем и вот эта девочка пришла посмотреть что там немцы выбрасывают из окон лица они выбрасывали обычные личные вещи вот то что евреи снимали перед казнью с себя и вот она увидела что из окон летит чепчик этого младенца маленький такой розовый с ленточками и тут этой маленькой антисемитке стало нехорошо и она не смогла больше на все на это смотреть и ушла ну потому что есть какой-то предел во всех этих делах надо сказать что и после ликвидации евреев немцы продолжали проверки унизительные медицинские осмотры с поиском обрезанных ну и многое другое значит в первичных актах число жертв оценивается в 250-300 человек это очень неточная цифра но другой у нас просто нет на территории современной Ленинградской области жертвами германской оккупации стало свыше 30 тысяч мирных жителей и 110 тысяч военнопленных еще 250 тысяч человек было депортировано в Прибалтику и Восточную Пруссию то есть это была грандиозная социальная катастрофа на этом фоне еврейские жертвы немногочисленные и мало кого волновали но эти жертвы да вот я их вам показывал да вот они были по немецким данным их было 3600 человек значит кто такие палачи в уничтожении евреев участвовали личный состав подразделений НЗАС группы А и военных комендатур к ним добровольно примкнули русские помощники в Пушкине организаторами геноцида был военный комендант обер-лейтенант Роот его помощник Оберт и сотрудники СД известны только их клички Рейхель и Рудольф их русские пособники Глазунов Подлевский и Тихомиров кстати Тихомиров это директор школы Пушкина и когда немцы 17 сентября вошли в город он вывел своих детей с цветами встречать оккупантов но это бы ладно вот зачем он пошел служить в СС в гестапо ну можно же было служить в управе да в службе бургомистра ну в конце этого вспомогательной полиции нет он пошел в палачи добровольно его никто не заставлял он носил эсэсовскую форму понимаете да в Павловске это комендант Ляднич они исчезли из города еще во время немецкой оккупации уехали в Германию ну перевели их на службу но что там было дальше я не знаю неизвестно значит точно так же и в Павловске комендант Ляднич руководители отряда СД Паули Евгений ну они под кличками это разведчики городской Голова Николаев начальник полиции Дубицкий Вырица комендант Гаупман его заместитель Павлич бургомистр Алексеев еще там отличались бывшие Петлюровицы подромщик Мезенцев и полицейский Павел Була в Тарковичах это в Сланцевском районе там была комендатура и туда привозили всех подряд евреев цыган всех бродяг больше всего погибло бродяг без документов да вот этими расстрелами командовал оберштурмбан фюрер РСС Бауэр ну и так далее я не буду их всех перечислять да эти люди выделялись особенно русские изменники выделялись особой жестокостью особой старательностью преследований евреев и других советских граждан любые проявления солидарности с евреями жестоко пресекались но такие случаи были я хочу сейчас упомянуть только один случай в начале октября 41 года немцы водили по Пушкину молодого судью со связанными за спиной руками перед ним несли фанеру с надписью о преступлении позднее в парке жители нашли эту фанеру судья Дулинский расстрелян за то что покровительствовал жидам то есть все таки порядочные люди были в России всегда всегда ну в Ленинградской области евреев было немного их гибель не привлекла внимания но очевидцы поняли что этих людей убивают только за их национальную принадлежность и их свидетельства исполнены искреннего сочувствия к безвинным жертвам и начисто лишены вот этой глумливой ухмылки обличающей скрытый антисемитизм да ну вот я собственно вам ну тут это можно рассказывать но есть очень много подробностей да что вот я ну вот эти материалы комиссии проследую вот это заявление в комиссию о преступлениях немецких захватчиков это акты составленные да вот это заявление на двух страницах вот это акт составленный по результатам допроса да это тоже заявление вот акт да фиксирующий само преступление таких документов довольно много я просмотрел несколько тысяч неискронений да вот еще один акт вот это вот итоговые статистические данные сколько расстреляно сколько повешено сколько умерло после истязаний сколько убито бомбами сколько погибло военнопленных и так далее это так называемые обобщающие сведения по району ну и вот именные списки жертвы вот семья шварцман семья эргал семья софья пушкина там и так далее то есть тут евреи среди других тоже есть ну простите что я так долго для меня это довольно что-то уточнить прокомментировать может быть кто-то хочет чуть громче уже в оккупации на северном кавказе погибли ленинградцы я погибло очень много ленинградцев дело в том что эвакуированных из Ленинграда зимой 41-42 года и весной 42-го года вывозили на юг ну из лучших соображений там климат лучше с продовольствием ситуация получше в том числе на северный кавказ летом 42-го года туда пришел вермахт эвакуировать повторно успели только часть ленинградцев вот ну и всех евреев выявляли и расстреливали это подробно описано жертв было довольно много кавказские народы считается не выдали своих вот этих горных татов это тоже это особая этнографическая группа евреев проживающая на территории Адыгеи что ли кавказа да вот они кавказцы относились к ним как к своим да как к кавказам и они их не стали выдавать они отрицали что это евреи говорили нет это не евреи и пока там немцы разбирались что куда началось контрнаступление Красной Армии ну и вот эти несколько тысяч ну даже нет больше они остались живы ну сейчас они все эмигрировали в Израиль хотя дома их целы и улицы на которых они жили в Нальчике тоже целы вот но всех приезжих местные жители не защищали они были обречены еще какие-то у меня вопрос от событий о которых вы рассказывали об уничтожении евреев в Пушкине происходили на территории нынешнего музея что вы можете сказать как представлена эта история в экспозиции в экскурсиях вообще там все это не представлено вот совершенно вот память я пытался вот вместе с Фрэнкелем поставить памятник памятник жертвам холокоста в Пушкине на государственную храму хотя бы как выявленный объект культурного наследия это было в 2001 году я пришел в КГО и обнаружил там в должности заместителя председателя комитета и начальника управления учета памятников своего университетского друга Бориса Кирикова ну Кириков без энтузиазма сказал мне что ну оставь письмо мы пришлем ответ ну мы так хорошо поговорили ну короче говоря ответ пришел через месяц это срок разбора заявлений трудящихся он был совершенно никакой то есть он был подготовлен ну не важно кем но он гласил что вот только через 40 лет можно что-либо сделать потому что по закону требуется 40 лет хотя речь идет для памятников истории речь идет о 40 40 лет со дня событий понимаете вот короче говоря никто не захотел связываться вот я пытался связаться с музеем городской скульптуры который есть еще такой отдел современного наследия в комитете культуры вот с этим с музеем городской скульптуры вот там очень милые люди работают тоже мы знакомы и мы тоже скажем что не будут с этим связываться потому что и без того проблем хватает вот короче говоря после всех этих как это называется телодвижений меня внезапно пригласили на работу в комитете по охране памятников и я там 15 лет отработал вот ну вот два с половиной года назад меня отправили на пенсию 65 лет предел это же государственная служба считается вот меня отправили на пенсию и я теперь преподаю слава тебе господи вот там действительно сложно все это пропихнуть у меня есть статья вот о мемориализации памятника мемориализации жертв холокоста там я как раз расписываю правовые основы этого процесса как все это надо делать но так чтобы вот так вот взять и пропихнуть мне ни разу не удалось это нужно чтобы поддержал кто-то из вышестоящих властных какой еще памятник кроме формулы скорби какие еще памятники ну везде где были во всех крупных везде где были крупные акции уничтожения евреев там стоят мемориалы ну в Минске там у нас в области только формула скорби у нас больше ничего а в Красном селе памятник недавно открывали ну в Скорбской области вот жертвам Невельского да Невельского гетто стоит Абилийский вообще первый раз я с этим столкнулся в 70-м году когда я был в экспедиции на Десне у Петра Николаевича Третьякова это очень известный археолог словист мы исследовали мы искали памятники колоченской культуры ну и вот мы шли по берегу реки Десны по коренному берегу возвышающемуся над поймой и вдоль всего этого берега был выкопан русскими женщинами огромный противотанковый ров правда его никто не защищал потому что ну не было войск чтобы заполнить эту линию оборот вот в этом рву через каждые 3-4 километра стоял маленький скромный обелиск с надписью что здесь похоронено столько-то советских граждан замученных немецко-фашистскими захватчиками такая каноническая надпись дело в том что после войны памятники памятники на местах акций по уничтожению евреев ставить разрешали но без фиксации внимания на их еврейской принадлежности то есть эти памятники ставили как памятники убитым советским гражданам без указания что это убитые евреи вот между тем весь начальный период войны убивали только евреев других не убивали это казни против места устрашающей акции устрашения начались только в 43-м году в связи с массовым партизанским движением подъемом и во время депортации населения из прифронтовой полосы ну вот вывоз на работу в Германии вот там тоже было спасибо еще вопрос пожалуйста только погромче вот каким образом на ваш взгляд вот важно преподносить вот эту тему понятно что мы сейчас восполняем некий пробел может быть да то есть такое белое пятно поэтому очень много вот этой вот было статистики да очень много очень подробно про каждый город да вопрос да вот сегодня педагоги сталкиваются с двумя проблемами первая это проблема как бы да не идентификации да слишком давно это все было то есть это даже и с Великой Отечественной войной есть такая проблема и с блокадой есть такая проблема да то есть с чем вот как молодому поколению да рассказать про этот сюжет так чтобы была какая-то точка идентификации то есть со статистикой невозможно идентифицироваться да и вот в связи с этим возникает вопрос еще об одной проблеме о проблеме конкуренции жертв да то есть мы вам говорим о статистике там не знаю 6 тысяч 600 вернее да расстрелянных да вот в Пушкине да а мы вам сейчас вот о советских граждан сколько было расстреляно а вот тех да и вот мы меряемся сейчас с вами статистикой и вот в этом плане может быть не только Константину вопрос но вот ко всем здесь может быть педагогам формального неформального образования вот как выстраивать этот нарратив да который бы может быть уходил от этой конкуренции да жертв и вот переходил вот в какую-то ну каким-то другом каким-то другим образом выстраивался этот нарратив научно-просветительный центр холокост председатель его гербер на которую я так разобиделся и разозлился что просто с отвращением даже вспомнил да и Альтман второй председатель Илья Альтман вот они профессионально занимаются проблемой внедрения темы холокоста в российское образование у них было несколько образовательных проектов они издали целый ряд материалов в том числе материалов непосредственно вот таких методического характера это и учебное методическое пособие это и наборы каких-то там вот я забыл как это называется дидактических материалов да 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 с участием полторака это очень известный такой педагог методист вот я даже помню лицензию на них писал хорошую лицензию вот 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 все это то есть надо вот это смотреть потому что я сегодня говорил о фактической основе регионального компонента то о чем вы говорили это же не преподается да потому что это вам бы никто не стал рассказывать я просто около года сидел в архиве и просматривал два фонда чрезвычайной комиссии по расследованию злодеяния немецко-фашистских закладчиков подряд сплошняком просматривал потому что про евреев там буквально строчки они о другом вот эти строчки я оттуда вызвал вот плюс к этому устные свидетельства вот это я вам сегодня рассказал методику преподавания курса вот я вам советую издание вот этого фонда особенно с участием полторака потому что ну Альтман и Гербер они скорее публицисты Альтман историк Гербер писатель публицист а полторак он именно на педагог вот я пытался что-то делать вот я преподнес один из последних экземпляров это у нас был проект развития гражданского образования Псковской области и вот здесь есть учебная программа спецкурса Холокост уроки истории да и здесь как бы какие-то моменты есть здесь также есть всякие методические приемы спасибо спасибо псковская пожалуйста пожалуйста конечно вы знаете я конечно не педагог я выросли случайно узник Герду вот она очень маленькая была но хочу ответить вот на вас вопрос даже в школьной программе нету но мне кажется что детям надо конечно не цифры а надо толерантности о том что сейчас в жизни происходит и чтобы этого не повторилось объяснить что такое холокост что это величайшее проявление ненависти к определенному народу с массовым уничтожением да и вот рассказать как он рос вот почему вот тут вопрос большой почему ненависть к евреям да это очень вековая большая история она исторически складывалась первый раз дошло до нас сведения когда время было эпидемии чем а евреи поскольку держались обоспущенно своей своей общиной они выжили аремита и первый раз их так всех выбили потом потом монах там с наветом крови и прочее прочее но на самом деле в 20 веке это больше были экономические игры в европе и когда пришли фашисты власти им надо было забрать и экономику финансы промышленности и прочее но это другой вопрос и они целую систему очень быстро придумали как это делать начиная жили-то евреи в Германии очень много многие когда из Испании их выднули они значит в Германии были приглашены для развития ремесел там печатного дела банковского дела и так далее и жили годами и столетиями вместе в той же Германии пока не пришел Гитлер уже их различить даже трудно было они настолько ассимилировались тот же Мендельсон евреи великий композитор вообще много все а тут не знаю мне непонятно почему тот же вот как человеку как это выросло но тем не менее человечество сумело съесть и скормить но прежде всего это экономические дела потом идеологии с религиями в рознице то используется для этого но самое главное что я тоже как за одно поколение такую ненависть зарастить так вот зарастили начиная с игр детских это было типа кубика рубика догоняй убей еврея игрушка от трех лет до пяти это первое потом когда началось преследование и и и магазин и магазин и гранили и запретили службы всякие браки там у нас есть музей холокоста если придете к нам на мойку 58 сейчас это незачем но мы вам более подробно детям и вам расскажем как это было подробно вот как воспитал схватил одного поколения потому что бросили зерно что первую войну проиграли потому что евреи виноваты они были более так это шустры первую мировую в Германии да вот это имело большое значение потому что после первой мировой там был кризис огромный в Европе голод был было кому кидать вот такую идею молодые средний класс безработные и так далее то есть почва была благоподатная а теоретиков нашлось и практика прекрасна вот сейчас это не буду говорить но детям поскольку в школе нет вот приведите к нам в музей мы вам расскажем потому что вот этот вопрос он постоянный среди школьных ну понятно потому что ну он существует вот тут сказали что до войны не было антисемитизма но я родом из Литвы но был антисемитизм в государстве негласный был даже такой анекдот что там наказывали так вот пятую графу шлеп это было самое большое наказание что в университет не брали в МИМО там плохо брали здесь у нас не знаю меня тогда не было но было а уже тут кидали зерна в очень благодатной почве испоконников и евреев на Руси на самом деле было они попали когда польское восстание больше вот подавили товарищ Суворов и послали нашего державина некоторые земли к нам перешли и в том же в Невеле значит я читала читали да ну вот и Гаврила Романович поехал Екатерина его послала узнать что там за народы живут поехал посмотрел и сказал что странный народ странный народ живет как-то своей обособленной жизнью пусть там и живут вот с этим моментом появилась черта о следовании в России там и жили так что там много чего такого в общем эта тема совсем отдельная да тут был просто вопрос почему ненавидить вопрос очень широкий тоже не сегодняшнего дня но такие семена ненависти всегда китайцы на идеологической в основном экономической почве и там все совпадает так что приходите к нам на мойку 58 а что на мойку 58 вы скажите музей музей колокоста можно я бы расскажу да пожалуйста вот здесь люди пожилые сидят вот они как раз выжившие как Марко если называют случайно выжившие в колокосте вот это и есть те люди которые могут вам все это рассказать в музее колокосте ну не все на что ну да ну видите как маячка долго отвечала на один вопрос представляете вот здесь есть вот стоит Таня Львова она заместитель директора организации благотворительной Ева на территории которой находится этот музей колокост и организация бывших фашистских концлагерей гетто сейчас вот пошла Людмила Федоровна она координирует деятельность и организует экскурсии в этом музее все они обучены в этой благотворительной организации Ева рассказывать о своей истории о холокосте прямо на территории музея а также в школах и в лагерях а у Татьяны в лагерях таких детских это тут очень странный случай благотворительной организации Ева ежегодно в ноябре но информация плохо распространяется но бывает ее нужно поймать проводит фестиваль толерантности в течение трех дней это то место куда можно привезти детей выбрав даже либо это встреча с узниками либо это просмотр керахива спектакля на открытие на закрытие на обсуждение то есть вы можете с помощью других людей познакомить своих учащихся с темой холокост или самим войти в эту тему у нас есть у узников сайт этой организации музей музей холокост там есть страница можете визуально посмотреть можно подойти спросить контакты я просто хочу все-таки отвечая на Борин вопрос по поводу связи с реалиями про наш опыт знает для нас такой ответ мы не занимаемся формальным образованием мы не работники педагогической сферы это скорее такая просветительская деятельность и поэтому мы работаем с какими-то такими в основном текстами воспоминаниями я говорю помимо тех живых встреч и мероприятий которые организовываются вот у вас на выставке есть например альбом лежит по стихам Алай Зеншар мы вот в этом году издали это детские рисунки по стихам шестилетней девочки которая на территории украины города Немиров на территории центральной Украины оккупирована нацистами пряталась со своей десятилетней сестрой скрывалась в течение нескольких месяцев от нацистов кто-то помогал кто-то не помогал и вот она все это время сочиняла стихи мы старались находить какие-то такие точки человеческие личные истории через творчество мы только что обсуждали у нас там есть например проект последняя бабочка который по сути он художественный мастер-класс но это тоже как бы через это идет история идет рассказ о том что такое геноцид о том что символизирует бабочка там берем стихотворение написанное в Терезине молодым человеком погибшим впоследствии в Освенциме о том что бабочки в гетто не живут да ну то есть как бы такие вещи тоже если уж мы тут прорекламировать тоже пожалуйста там в школы или к нам приходите или что-то мы готовы с радостью этим всем делиться материалами и всем приходите вот я если нужно обострю немножко проблематику которая сейчас прозвучала получается что темой холокоста занимаются в основном дополнительное образование неформальное образование если мы посмотрим материалы выставки я вот специально взяла в начале учебники Германии вот они за Татьяной Сергеевной лежат в конце каждого учебника это учебники истории для старших классов ну у нас это 10-11 класса в конце каждого учебника есть перечень понятий которые встречаются в этом учебнике два немецких учебника во всех есть холокост у меня в руках два русских учебника нету слова холокост в одном случае вообще нету слова холокост нигде ни в самом тексте ни в справочнике в другом случае в справочнике в конце в словаре холокост нету но упоминается он здесь и вот я процитирую что политика нацистов настоящую трагедию пережила еврейское население стран Европы политика нацистов по его повномерному уничтожению получила название холокост от греческого сожженной целиком в 42-м году на оккупированных территориях стали появляться лагеря смерти перечисляются где были казнены и замучены свыше 11 миллионов заключенных значительную часть которых составляли евреи славяне цыгане все во втором учебнике нет ни слова холокост ни вообще упоминания огромного это все учебники это 2015 год это 2014 год вот эта выставка сделана на основе современных учебников и если мы посмотрим те цитаты которые вот приведены в последней части да вот холокост написан и там цитаты из учебников разных стран мы увидим что как раз авторы выставки очень обострили эту проблему сформулировали так что в российских учебниках истории ищут о геноциде это слово действительно есть в обеих случаях но никогда не выделяется отдельное уничтожение евреев то есть евреи или советские граждане кого уничтожали вот Константин Моисеевич тоже об этом сказал что даже среди статистики не выделяется часто отдельное уничтожение евреев и собственно вопрос который мне кажется можно было бы как-то для себя хотя бы сформулировать вряд ли можно у него найти ответ вот как эту трагедию подносить детям понятно что самое важное понять откуда берется холокост но мы не случайно позвали именно Константина Моисеевича сегодня потому что когда мы говорим о детьми с детьми о холокосте в Петербурге а я как раз представитель формального образования я работаю в школе все место в котором мы с вами находимся работает с учителями в Красносельском районе и здесь очень много ну не знаю насколько дошло но было зарегистрировано довольно много педагогов именно формального образования людей которые преподают в школах и мы каждый раз сталкиваемся с той проблемой что мы можем вывести детей в музей мы можем пригласить Бориса но никак не вписать эту тему грубо говоря в предметный план в расписание то есть когда у нас есть учебник в котором один абзац есть тема нацизма национализма там отдельно восьмом классе мы говорите вот опять обо всей теме целиком целиком и холокосте но вот этот региональный компонент он совсем уходит хотя может быть это какой-то мостик Елена Николаевна подходите пожалуйста к нам сюда принимайте участие в дискуссии знаете вот ну в конце 90 в 98 в 99 годах да в 98 в 2000 годах я участвовал в проекте института открытое общество школа правовое пространство и возглавлял там псковскую группу поскольку работал вот в псковском институте у совершенства повышения квалификации работников образования и в рамках этого проекта мы проводили опрос ну там в целом рассматривалась информированность наших учителей по разным вопросам но был там и вопрос о холокосте там был такой простенький тест что такое холокост один вариант ответа уничтожение евреев геноциф евреев нацистами второй вариант ответа что-то там эмиграция богатых богатых евреев я не помню в палестину или в сша ну и третий тоже фантастический вариант ответа я уже не помню какой так вот оказалось что вот 80 процентов учителей знают что такое холокост а 20 процентов не знают это в то время да это в 98 99 годах вот я не знаю ситуацию сейчас потому что я уже отошел от методической работы но 20 процентов школьников скажите скажите да мы вообще не знали что такое холокост спасибо мы с 2007 года проводим собственно вот образовательные программы у нас большая большой проект фестиваль толерантности на который где-то 600-700-800 школьников у нас в течение трех дней приходит да я непосредственно работаю с группами и один из первых вопросов который мы задаем ребятам знаете ли вы что такое холокост мы все равно проговариваем ну какие-то моменты для тех кто постесняется сказать что он не знает а на самом деле не знает и вот просто как бы по наблюдениям за последние пять лет да если первые годы реально почти ну очень редко когда говорили ну или один человек там из группы да там класс целый пришел говорит что ну что-то такое слышал но не уверен то последние годы очень внятное четкое как бы нормальное определение ну примерно половина половина класса как бы смотрит осознанными глазами да поэтому ситуация явно меняется явно ну вот я вижу другое какое-то отношение другая работа с этой темой мне кажется что что-то такое понятно что-то точечно появляется в учебниках это скорее за счет какого-то отношения энтузиазма учителей во многом может быть что-то на слуху действительно ну по центральному телевидению идет сейчас Международный день памяти лежит в Холокост то есть я ну не пыталась анализировать почему но вот действительно вот последние не знаю 3-4 года я не могу сказать что вот пришла бы хоть одна группа которая первый раз услышала у меня были такие это про евреев да я думаю что если дети идут в центр Холокоста они уже понимают нет дети идут они зачастую не понимают куда приходят они идут там в центре верескультуры ЕСОТ что это такое тоже не очень понятно куда-то куда их ведут на фестиваль толерантности у нас еще это прекрасное название фестиваль да это я его отдельно люблю но это в свое время было как бы к тому чтобы привлечь школы да чтобы школа могла поставить галочку что они проект по толерантности выполнили значит вот есть такое точка потому что к сожалению галочку про то что мы сходили на мероприятие посвященный холокосту ставить некуда потому что этот план не входит а толерантность входит очень удобно и действительно когда приходит группа у меня была чудесная группа кадетов которые меня как раз интересовали что-то такое про евреев и чего вообще их сюда привели они реально большинство не понимают куда они идут иногда курьезные совершенно ситуации когда очень старались учителя подготовить забыли подготовиться сами или или как-то дети плохо слушали когда мне на вопрос там не знаю как выглядели где жили евреи в германии там в 20-е годы подчеркивая что-то до холокоста до гитлера до всего вот нормально германия вот обычно вот где жили что носили мне рассказывали про колючую проволоку и полосатые пижамы значит ну то есть вот такая вот каша в голове безусловно есть да но отношения все равно другое но это правда мы тоже приходим в школы и чувствуется вот эта разница я не могу проанализировать потом эти школьники которые были на фестивале они приходят в наш музей колокольства приводят в нас самое главное чтобы они из школы вышли и дошли они приходят в музей это гораздо сложнее я могу подтвердить действительно потому что мы в восторге от этих фестивалей все что-то я вам рассказывала сейчас мы вот наш Кировский район мы 15 лет в проекте изучение истории Италии и Градской области Кировские районы и Градской области изучение истории Холокост и вот Гриша у нас уже выступал в Юсоде на последнем фестивале толерантности и со своей темой очень интересно Алла Гернах когда была в последнем и мы стараемся каждый год детей вывозить потрясающие конечно спектакли театра Ева это просто до слез мы привозили на такие фестивали хотя нам это было непросто когда-то и около 30 детей наших и в общем все уходили слезами все были очень тронуты вот в нашей школе ребята все знают что касается учебников мы сделали конечно неудачные учебники мы например работаем по новой новейшей истории полик Сашкиной и там если вы знаете это московский автор конечно Питер немножко затирает Москва тем не менее у нее потрясающий учебник она сама тоже участвовала в проекте по истории колокола поэтому там как раз все темы я не знаю здесь есть педагоги-историки кто-нибудь работает по лицу я работаю но даже у Захарова саппу то есть у нее то что массовое уничтожение евреи это классик у нее целый урок все гуманистический у нее еще много культуры и вообще хорошие учебники ну и последнее вот Борису хочу ответить наверное не нужно вообще ставить акцент уходить в другую плоскость никто зачем и почему тогда мы сейчас договоримся до почему евреи почему армяне почему еще давайте мы там вообще всех переберем не в этом смысл надо уходить в правовой аспект и в гуманистические ценности и как говорят вот есть такая хорошая методика у нас в проекте проведи меня по тропинке одной судьбы и это тронет гораздо больше чем мы будем сухие цифры сравнивать и неважно это вообще невозможно понять как уничтожается самое высшее творение на земле человеческая жизнь вообще любая любого человека поэтому когда вот идешь уходишь в эти моральные ценности то тут и не надо доказывать там 2 миллиона 3 миллиона тут понимаете вот такие вещи так что спасибо вам за все что вы делаете скажите еще вопрос вот по поводу возвращаясь к теме учебников о новой историко-культурный стандарт вот новые учебники которые только-только вошли в федеральный перечень сейчас третье издательство русское слово впускает свой тоже учебник на 10 класс да и пишутся на 11 там что-то есть ну вот я вчера специально смотрела совершенно новые учебники вот примерно то же самое если уж там добавлен раздел про православную церковь во время войны и добавлен раздел про работу разведки вы имеете в виду многое которые сейчас находятся в федеральном перечень да рекомендую водится я нашла я специально смотрела учебник у меня ребенок в 9 классе я открыла ее учебник это 10-11 про 10-11 а 10-11 там страницы 3 не 4 я прямо нашла про гетто что-то много может это и есть Алексашкина наверное ну вот у нас на поле с вашем магазин учебник я вчера стояла возле полок специальных все сравнивала так что с учебниками по разному ситуация но те новые учебники которые вот сейчас изданы они тоже пока без холокостка обходятся и вот еще пожелание одно Константинова Исеича надо приглашать потому что это кладезь знаний и человек который настолько все тоже тактично выставляет мы его приглашали к нам в школу у нас дети слушали раскрыв рот часа два не уходили маленькие и все поэтому конечно спасибо им большое за эту книгу вот раз он сегодня герой дня вот тоже фильмы замечательные вот фильмы получить можно как-то этот что-то да он доступен он в открытом доступе да я так понимаю он выложен в интернете я могу дать фильм 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 получить не очень владею форматикой я пользуюсь помощью внука но теперь уже большой трудно сделать презентацию спасибо может быть еще вопрос ленька дополните что-то про внедрение холокостом в школу просто у нас был на самом деле довольно негативный опыт на кафедре вставайте лен подойди у нас был негативный подъявляйтесь пожалуйста негативный но правда это было достаточно давно возможно все уже изменилось хотя программа толеранс как вы знаете она завершилась и что будет дальше название осталось название уже осталось только у вас потому что его уже с документов немножко заменяют а оно сегодня куда-то мы как раз представители формального образования Лея Николаевна заведует кафедрой вот я там училишь с деньгами формальные головы то что сегодня происходит мы сегодня видим что эта программа сворачивается то есть не знаю где облетают другие рамки несколько иные и акценты тоже несколько иные и у нас был такой опыт нас когда-то пригласили в Яд Вашем я провела там замечательно несколько недель именно в обучении мы там учились каждый день нам показывали как транслируют эту историю вот в этом государстве как обучаются дети какие методики применяются меня это честно говоря так потрясло что я приехала совершенно изменившись на человек мало того что я узнала про эту историю совершенно с другой позиции другой точки зрения а потом как это делать педагогу очень тесно методика как они это делают они сделали потрясающе мы сейчас тоже это многое перепели уже и тоже это делаем потому что каждый их семинар а у них все школы посещают обязательно я два раза в год он не бывает пустой и они проводят не только на полозвлекательный выезд в музей они обязательно останавливаются в центре и целый день в центре идут занятия мне очень понравилось что центр оборудован достаточно мобильный и все занятия рассчитаны на работу с документами визуальными вербальными то есть это не был рассказ это были постоянно обсуждения которые нам предлагали для этого давали какие-то материалы мы постоянно находились в такой деятельности осмысления того что происходило и вопросы стали самые острые причем такие общечеловеческого свойства не только к этой истории относящиеся и было такое условие что мы как участники программы приехали в Петербург должны были состоять этот опыт и постараться как-то внедрить и поговорить об этом с учителями создать семинары вообще начать об этом разговор и я как честный человек приехал постарался это сделать у нас преподаются на кафедре мировых художественных культур искусство музыка понятно что нам не так просто у нас не история и не общество знания но мы тоже постарались найти какие-то аспекты потому что очень много художников мастеров искусств переживал это время и тоже оказалось гарнире этих событий которые тогда происходили и мы создали такой семинар у нас был он до сих пор сохранился я даже нашла сегодня материалы подумал как хорошо все это сделано очень много подобрали материалов и фильм нашли тоже чтобы показать и я вышла с этой темы к своим учителям ну я вам хочу сказать что я не ожидала вот просто я была так наполнена этими впечатлениями мне так хотелось поделиться потому что мне кажется те методики технологии которые там увидела они для нас очень полезны для наших событий даже если не говорить именно об этом событии как передавать эту боль и эти тяжелые события как это можно сделать в экспозиции музея как это сделано в детском музее потрясающе для меня это открытие до сих пор на самом деле технологии как они это умеют делать я хотела этим поделиться со своими учителями первое что я встретила я встретил невежество я встретила что люди вообще даже не понимают о чем я вковали как это в Чехии у нас какая там зона оседлости как у нас было решался этот рейский вопрос где и как у нас все это происходило то есть первое что мне пришлось просто посвятить часть своей лекции познакомить их вообще с тем как это происходило вообще до всех событий военных а дальше когда мы приступили к семинару я увидела такое раздражение раздражение зачем нам это надо зачем мы поднимаем эту тему эта тема вообще не из учебника не надо нашим детям то есть я это постоянно видела в каких-то таких ну сами понимаете в таких проявлениях обсуждениях внутри и столкнулась с такой я бы сказала нежеланием на эту тему вообще разговариваться и я столкнулась раз я столкнулась два мы все-таки провели какое-то количество семинаров три-четыре и в конце концов общую и мирово-художественную культуру пошла на спад и мое желание делиться вот своими находками тоже потому что каждый раз мне приходилось заливать вот это вообще отрицательную негативную энергетику людей которые не хотят об этом слушать вот люди не хотят об этом слушать и не тоже не интересно они считают что это вообще не должно касаться их у нас есть о чем поговорить говорили на своя история у нас есть свои болевые точки давайте говорить об этом почему мы должны говорить о чем-то там что происходило как тема сегодняшних это было не здесь и я хочу сказать что и в краеведении ведь этот вопрос тоже не поднимается есть у нас история культуры Санкт-Петербурга там вы тоже не найдете в общем это учительный с вами энтузиазм это поднимает сегодня наверное позиция изменилась сегодня мы стали не такие да замкнуты наверное и учителя по-другому к этому стали подходить но просто я уже таких экспериментов пока не проводила возможно я еще раз поднимусь но не знаю как но хочется есть такой опыт у меня лично был такой очень болезненный в этом смысле как раз гораздо проще с детьми потому что ну мы как раз объясняем что это не про евреев история это история вообще про нас с вами и детей сильно цепляет как бы ответ на вопрос кто был собственно в расовой теории вот на нижней ступеньке пирамиды да потому что после осознавая что евреев там не было такое как бы что вот мы да и после этого как-то ну другое отношение да когда потому что это правда про всех и это довольно легко объяснить детям в этом смысле с учителями сложнее да с людьми которые уже с каким-то багажом мы должны убедить учителей в том чтобы они взяли детей и к вам бы их поэтому у нас называется фестиваль вероятности а там не Дни памяти жертвы колокоста и что-нибудь еще потому что другого способа на тот момент убедить мы не видели да сейчас среди тех школ с которыми по крайней мере мы сотрудничаем отношение конечно изменилось но я хочу тоже своим опытом поделиться безотносительно тема холокоста да мы еврейская организация мы абсолютно светская организация занимается социалистическими проектами не только на еврейские темы в том числе у нас был проект мы вообще наша основная деятельность это социальные программы для пожилых людей и соответственно имея такое большое количество людей с таким огромным багажом знаний и всего мы очень хотим этим делиться ну помимо замечательного общества узников которое существует и которые как бы прилагают множество своих сил вкладывают души чтобы рассказывать свою историю у нас есть и блокадники и просто люди да которые ну то есть изначально это шло от темы войны да но мы поняли что а тут и про театры можно поговорить и про коммунальные квартиры и еще про что-то и у нас в общем родился такой проект на который мы приглашали школы и у нас есть школа с которой не буду сейчас на 20 с которой мы очень давно сотрудничаем и они тоже к нам все время ходят и я знаю что у них тема холокоста так хорошо очень поднимается и в какой-то момент меня занят учительницы они у нас были два раза один раз мы говорили про блокаду второй раз мы говорили про коммунальные квартиры и третий раз мы их пригласили на экскурсию совместную и говорит приходят родители на собрание и говорят что-то вы в еврейскую организацию детей слишком много водите да как бы говорим вообще не на еврейские темы ну ну то есть абсолютно как бы никому магендавиды не знаю на лбу не рисуем и так далее то есть вот это вот отношение вот это вот невежество такое общее да это откуда берется это тоже что мы детям рассказываем вообще-то наша идея не рассказать конкретные истории про то как именно людей убивали да и про все это дело это про стереотипы это про пропаганду это про ксенофобию да вот про такие как бы базовые вещи откуда все это берется и вот тут в чистом виде такие чудесные иллюстрации конечно потому что ну да к вопросу о том откуда почему евреи всегда был близкие близкая потому что жили где-то здесь рядышком закрытая непонятная другая культура до сих пор остается если это родители а если это учителя вы понимаете что они же это ну это теоретики и переносы вот кстати говоря зашли мне очень важно что они тоже не делают никаких таких акцентов сильных они все время говорят об общих проблемах они говорят об рационизме они говорят о пропаганде мне очень потрясло как у них это тонко сделано ты попадаешь в эту среду вот особенно музейную они это делают очень красивым визуальными средствами не с помощью экскурсовода вот как-то визуально тебя покрывает когда ты понимаешь как это происходило как-то ненавязчиво сначала просто да всех переписали потом запретили заходить потом нашли звезду а потом застряли это все произошло постепенно не то что сразу обрушилось почему-то никто не верил и вот очень хотелось эти методики нанести как с этим работать как работать вот с этими важными вещами которые происходят и сегодня происходит по другим каким-то поводам но когда в нашем обществе слышат вот это слово да как-то реагирует по-другому реагирует ученик болезненный я не знаю почему и это сложно это надо преодолевать с этим надо работать как-то вот пытаться это преодолеть вам еще в открытую высказывают а мне это вот неловко высказать да потому что я же пришла я же честно сказала что я еврейка пришла из еврейской организации ну как бы я вижу что лицези себя сдерживают да мы тоже когда учителя приглашаем но вот изо всех сил может быть еще какие-то мысли комментарии отображения я понимаю да большое вам спасибо можно я вот немножко поделюсь у нас школа многонациональная но у нас директор армянка я несколько раз присутствовала на мероприятиях связанных с армянским геноцидом я слышала как армяне сами все время между собой возмущаются почему геноцид не могут принять да и я потом начала думать а зачем ждать вот когда холохоз пропишут в учебниках если кучка учителей уже начнет работать независимо от учебников сами по собственной воле мы сдвинем этот камень и все независимо от национальности я русская я ни в коем случае это не важно кто по национальности важно какую-то есть голове человека сам следует я там это вот совершенно верно большое вам спасибо что вы сегодня к нам пришли через неделю у нас состоится семинар посвященный финнам и немцам куда еще есть литрации евреи мы сегодня выездили а куда уж едут финны и немцы будем узнавать в следующий раз так что если будет желание спать здесь спасибо большое спасибо вам спасибо вам спасибо большое спасибо